С одной стороны Москва-река, с другой – одно из главных исторически важных и духовных мест звеней города Савино-Строжевский монастырь. Именно здесь уже к началу первого духовно-просветительского культурного фестиваля собралось более двух тысяч человек. Сам по себе фестиваль уникальный. В его создании принимали участие и фонд президентских грантов, и канал Вера. И академия Ивана Глазунова. Илья Глазунова, ректор Иван Глазунов. И, в общем-то, театр на Таганке. Двухдневная программа, насыщенная. В первый день на площадке проходили всевозможные мастер-классы. Дети и взрослые своими руками изготовили часы-ходики, расписали балалайки и не только. Для гостей подготовили зрелищные выступления. Ристалище. Значит, такой вот стан ротоборцев, древних витязей, которые демонстрируют ратное искусство наших предков. По соседству, это не программа фестиваля, но рядом с нами наши друзья и партнеры проводят конное шоу. Так вот сегодня будет два представления конных шоу. Сообщество звенегородских художников «Артель» существует всего полгода. Фестиваль для них – отличная возможность показать творчество мастеров и оставить свою лепту в праздновании 870-летия родного края. Ведь праздник посвящен именно юбилею. У нас также есть виды звенегорода, которые выгляделы в 40-е годы, в 70-е. В основном это живопись, холст, масло. Также мы стараемся раскрыть красоту звенегорода именно как природную и архитектурную. Кульминацией первого дня стал спектакль «Звенигородские хроники». Именно он вызвал большой ажиотаж и привлек не только жителей, но и туристов. Представление погрузило зрителя в историю древнего города. Называется «Хроники Звенигорода». Это действительно такие хроники, хроники, шекспировский размах, в которых появляются великие персонажи и буквально какие-то цитаты этих великих людей, какие-то фрагменты из их жизни, самые какие-то пронзительные, значимые. Они происходят на сцене, сменяют друг друга. И лично у меня возникало ощущение какого-то масштаба. С 14 по 20 век здесь показаны все личности, которые сыграли важную роль в становлении одного из старейших городов Подмосковья. Конечно же, обаяние всего спектакля основано на преподобном Савве Старожевском, на его философском и эстетическом влиянии вплоть до наших дней через семейство Бугарне-Лехтенбергских и даже героев 20 века Шаляпин, Танеев, Чайковский, Левитан. Вот теперь, Алексей Михайлович, только в шахматы, в шахматы доведёшь, сердечный друг, до кончины. А что не было дальше? Ну а что дальше? Смотрю, ни копья, ни рогатины. Не обошлось и без анимационной программы. Гости научились танцевать народные танцы и познакомились с играми, которые знали их предки. Посетили музей музыки и стали свидетелями богатырских состязаний в поле. Фестиваль – как некое погружение в историю Звенигорода, в его культурную, гастрономическую и политическую жизнь. Всё получилось, как и было задумано.